А теперь об эфире телевизионном. Цикл передач «Хозяйским глазом» появился на Кировской студии телевидения вскоре после 26-го съезда КПСС. Тематику его формируют сами зрители. На сей раз письмо вызвало съемочную группу студии на силикатный завод в поселок Стрижи. По 20 часов простаивали машины, прибывшие за кирпичом в ожидании погрузки. Шоферам надоело заниматься в кабинах самообразованием, и они обратились к журналистам. Создайте атмосферу непримиримости к фактам безответственности и разгильдяйства. Что любопытно, этот же завод в то же время хвалят за бесперебойную отгрузку на железную дорогу. Там хорошо, здесь плохо. Одно за счет другого. Тришкин кафтан, никак он не выйдет у иных хозяйственников из моды. Постоянный автор цикла Владимир Николаевич Кацепалов собрал в студию причастных к создавшемуся положению лиц. Да, я согласен. Здесь очень долго приходится стоять. Каждый раз, как приедешь, бывает и по целому дню стоим здесь. То есть на дорогу вы тратите час, а на ожидание в несколько раз больше, да? Я лично с Нововязка сам. Еду я час, а здесь просто бывает иногда приходится по целому дню. А как это отражается на вашем заработке? Как отражаться? Если я за день не погружусь, разгрузиться я уже, естественно, не успею. И вообще ничего не заработаю за день. Как нам сообщили, критика не осталась без последствий. Простои автотранспорта на заводе ликвидированы. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ